У этих пар юбилей 5, 15, 20, 25 и 40 лет. И у каждой своя неповторимая история отношений и свой секрет счастья. Собственным примером они доказали, что гармоничный семейный союз возможен. В этот праздничный день юбиляров чествовали в Слободском отделе ЗАГС. Семья – это то, что дает нас силы. Любовь – это то, что вреет наши сердца. Верность – это то, что заставляет верить в чудеса и полностью довериться близкому и любимому человеку. У каждого человека в жизни главная семья. Дом, близкие люди, дети, почувствуют меня. Поздравляю вас с праздником. Мы знаем, что вы создали свои семьи по любви. Бережете их и желаю вам пронести любовь всю свою жизнь. Если нет любви и верности, то и семьи таковой не будет. Сейчас скажу такие слова, которые, может быть, немножко покажутся странными в помещении. То, что на самом деле, на самом деле, жениться по любви невозможно. Да-да-да, именно так. Потому что настоящая любовь, настоящая любовь, она именно рождается и крепится в браке. Когда грнется свадьба, мы лишь только обещаем, что будем любить до конца своих дней и хранить в любви верность. А вот так, чтобы время показывать, насколько супруги это выполнили. У Сергея и Натальи Кайсиных деревянная свадьба. В браке они пять лет. Хорошо помнят, как познакомились. Было в деревне, в Закарине. Я приезжала летом к бабушке. Я там жил, родители мои. И вот там встретились, познакомились. Потом, когда я летом уехала в город учиться, общение прервалось наше. И как-то мы с подружкой пошли гулять. И я увидела Сережу. И говорю, догоняй его, догоняй, беги. И тогда она мне сказала, если я его догоню, то ты скажешь ему, что ты его любишь. Я говорю, да, только догоняй. Заветные слова Наталья действительно впоследствии произнесла. На данный момент счастье молодой пары увеличилось уже дважды. У Кайсиных две дочери. Шестилетняя Полина и трехмесячная Александра. Обе присутствовали на церемонии. Всякое было. Но рождение ребенка как бы там нелегко. Это удалось воспитать все это. То, что бессонные ночи. Но мне муж очень хорошо помогал всегда. Стирал и гладил. Когда появилась вторая доченька, то старшая сказала, мама, а когда у нас будет третий ребенок? Ты кого хочешь? Братик или сестричку? Братика. А сейчас с сестричкой сложно тебе или нет? Расскажи. Нет, но бывает очень нелегко. В чем сложность? Водиться, оставлять маму с ней. Ты маме помогаешь с папой? Да. Эти мгновения похожи на свадебную церемонию. Поздравления от близких и даже танец. Правда, уже юбилейный. В жизни каждого главная ценность, В жизни каждого главная ценность Вечно ждет. Это такая семья, Чтобы добрый, покутный ветер Наполнял паруса корабля. Я даю всем любленным на свете Ромашковые валя. 40 лет назад свои подписи в книге бракосочетаний Оставили Ирина и Александр Бородины. Они были знакомы еще с пятого класса. В старших классах дружили. Романтические отношения у пары завязались уже, Когда Александр и Ирина работали в фотографии. У нас тогда был очень богатый июль 1977 года Для слободских фотографов на свадьбы. Вот 1 июля была свадьба у нас у друзей, У Натальи и Сергея Герасимова. 8 июля у нас. И 15 июля у Ирины и Николая Яговкины. И до сих пор мы с ними дружим. Кто помогал преданить вместе? Кто помогает? Терпение. Да, терпение и совместное решение. У меня родились такие стихи. Мы поженились в день святых, об этом и не знали. Как оказалось, 40 лет они нам помогали. Учили нас терпеть, не ныть, простить детей и внуков, Любить людей, друзей, родных и помогать друг другу. Что мне хочется пожелать всем слободским семьям? Любви, счастья. Чтобы в их семьях были дети. Пятеро детей и 10 внуков. Эта семья богата по-настоящему. И в свою рубиновую свадьбу принимает огромное количество поздравлений от близких. Нам дети и внуки дома уже устроили праздник. Они нам концерт устроили. Они нам подарили букет из конфет, из хорошего вина, еще один букет из фруктов. Красивый, красивый. Картина нарисовала. Внучка нарисовала картину. У нас праздники постоянные. Каждые 2-3 недели. Сами понимаете, у нас дней рождения бывает много. У нас двери не закрываются. За последние 30 лет я, наверное, каждые 5 лет меняю замок. Потому что двери не закрываются. Железо не выдерживает. Я люблю, сильно целую. У нас с Исюшей бывают по вечерам уроки доброты. Мы говорим друг другу ласковые слова. Самый долгий брак в Слободском длится уже 60 лет. Самый короткий просуществовал 2 месяца. В целом, институт семьи на Слободской земле себя не изживает, говорят сотрудники ЗАГСа. На сегодняшний день все-таки у нас браки превышают разводы. Это радует. Это мероприятие получилось спонтанно. Просто мы решили организовать фотовыставку. На фоне фотовыставки у нас начали заявляться пары, что хотели, чтобы их почестовали. С тем или иным юбилеем супружеской жизни. И вот у нас родилась такая идея, такого праздника. На фотографиях самые светлые моменты совместной жизни. Их юбиляры посмотрели под звуки живого исполнения гимна Дня семьи, любви и верности. А в конце мероприятия виновников торжества ожидали шуточные испытания, которые пары прошли с честью. КОНЕЦ ОТС